лютеране они немножко такие вот как бы вы продаете проповедь евангелия мы продаем концерт с лютеранской колокольни когда ты на это смотришь и думаешь ну что за бред то есть он знаменит двумя вещами тем что он гей тем что он художник у всех свои гереси к сожалению кроме лютеран я рад что люди пришли в церковь по любому поводу вообще в принципе потому что елка появляется в доме в 16 веке благодаря Мартину Лютеру я уверен что в клеву где родился Иисус был другой запах превратили заброшенную церковь в новую точку на карте петербургских достопримечательностей откуда финансы на такие большие выставки всем привет с вами Жасмин Рюховская вы смотрите проект чай жасмин до того как я представлю сегодняшнего моего гостя предлагаю вам подписаться на мой канал если вы еще не подписаны чтобы не пропустить следующие выпуски присоединяйтесь к нашей семье мы вам будем рады а сегодня я нахожусь в городе санкт-петербург и лютеранской церкви святой анны где сейчас кстати проходит рождественская выставка чуть позже покажу его вам а в гостях у меня пастор этой церкви Евгений Раскатов здравствуйте здравствуйте спасибо что приняли меня в гостях у себя спасибо за чай сегодня вы угощаете спасибо всегда с радостью мы познакомились с вами примерно полгода назад и в этот же день день знакомства я уже поняла что хочу с вами снять выпуске я рада сегодня мы здесь и могу задать все мои вопросы с вашего позволения да я тоже рад что вы здесь и считаю что знакомство оно было очень не случайно вот и и очень приятным в лесу в лесу в лесу карелии встречались приятное знакомство было но сразу же первый вопрос выставка в церкви звучит немножко необычно у вас знаю проходят разные выставки друг за другом и тогда непонятно как проходит ваше богослужение если постоянно церкви выставки если постоянно церковь открыт для всех людей если у вас богослужение если конечно они есть и если да то как они проходят да конечно есть принципе конечно церка была построена не для того чтобы здесь проходили выставки главным образом а для того чтобы здесь звучало проповедь слово божие проходили богослужение молитвы и так далее и конечно здесь все это проходит и обучение христианской вере но тем не менее выставки для нас являются таким мостиком и инструментом для возвещения евангелия людям которые которые в церкви никогда не были. Можно сказать, что это такой понижающий порог, инструмент между церковью и обществом. И люди сюда приходят, слышат Евангелие. Мы рассказываем, например, о Рождестве, что такое Новый год, потому что люди часто этого тоже не знают. Хотя очевидно, что 2024 год отчитывается от Рождества Христова. Но они придумывают год кролика, кабана и так далее. И мы все это с удовольствием людям рассказываем. Но богослужения наши проходят, честно говоря, эпически. Можно сказать, как в кино. Иной раз вписываясь между экспонатами выставки. Вот я вышлю вам фотографии. Вот, например, богослужение, которое проходило во время выставки от Песха к Пасхе, когда мы построили скинью и привезли песок, заполнили здесь. Вот богослужение под луной. И Рождественское точно так же в этих интерьерах между пальмами точно так же проходит. Наоборот, мне кажется, классно, что выставка, она помогает пережить эти события. Но вот особенно пасхальная выставка, когда она такая яркая, мощная. И мы действительно, как знаете, израильский народ вокруг скиния собираемся, молимся. И наоборот, выставки же библейские, это же не просто выставки чего-то там, не знаю, античной скульптуры. Это, они все, они все современные, они все задействуют целиком зал, поэтому наше богослужение отлично в них вписывается. Так интерьеры меняются сейчас с выставками, поэтому и богослужения тоже меняются вместе с ними. Поэтому вот Рождество, сейчас, знаете, Рождественская выставка и Рождественские богослужения, ну, они же классно проходят. А сколько людей обычно приходят на выставку в течение года? Так, именно на выставке у нас еще концерты проходят. Если взять выставки и концерты, то более полумиллиона за год. А сколько людей посещает церковь? Богослужения? Богослужения обычно, я думаю, что, ну, в рядовое воскресенье не праздничное, человек 200 сейчас. Но когда я начал здесь служить в 2017 году, было три человека на богослужениях. Вот я, моя жена, мой помощник, Андрея его звали. Потом я иногда просил американского пастора, потому что здесь еще на английском богослужении проходили, чтобы он тоже остался и посидел. Потому что потом я друзьям звонил, говорил, приходите, вот, меня только руку положили, знаете, вот теперь я, у вас есть друг пастор, приходите, пожалуйста, вот на богослужение. И там иногда друзья приходили, вот. И так вот из трех человек сейчас, это было 2017, то есть за 6 лет, 6 лет церковь выросла до 200. Я считаю, что это на самом деле очень-очень серьезный рост. Насколько я знаю, вы с Богом познакомились, когда вам было 21. И уже позже, сразу же, буквально через год стали пастором? Нет. Не так? Не, вообще не так. Расскажите историю знакомства с Богом, а потом уже перейдем к тому. Я бы сказал, что мы с Богом были знакомы с самого рождения. Вот, по крайней мере, он меня точно знал. И дальше он, конечно, искал пути ко мне, к моему сердцу, а оно было такое иногда ожесточенное. Вот, и первый раз с сверчими людьми я встретился благодаря мелкому преступлению. Я воровал газеты из почтовых ящиков, причем я реально не знаю, зачем это дело, потому что мне было там 12 или 13 лет, я в это время газеты не читал, в принципе. Я сейчас это не читаю. Но в одном из ящиков лежало приглашение на молодежный клуб армии спасения. И вот я подумал, что хотя этот ящик не мой, но приглашение я воспринял, что оно ко мне. Вот, как бы, Господь через мое преступление мелкое отправил мне приглашение на молодежный клуб. И это были первые люди, верующие, первые люди, которые, в принципе, рассказывали о Писании, о участии Бога в их жизни. И когда ты, ну, тебе там 13, 14, 15 лет, это, конечно, так немножко воспринимается, ну, не сильно серьезно, но там были американские миссионеры, сникерсы, в общем, вот, все-все вот то, что в 90-х годах казалось, ну, таким, вау. И я стал посещать этот клуб, стал ездить в христианские лагеря, вот, но потом мой путь, он пошел по-другому, и уже я, ну, не посещал никакие христианские мероприятия, вот, а в 21 год это, наверное, случилось такое мое возвращение, можно сказать, когда я понял, что я просто, скажем так, ну, я так и наркотики употреблял, и пил, и дальше я попробовал свою жизнь дофантазировать, вот. У меня фантазия очень хорошо работает, и я ее дофантазировал, мне не понравилось, как моя жизнь может закончиться, или к чему она может привести, и меня это напугало. Я тогда стал читать священное писание, Евангелие, я до этого несколько раз пытался читать Библию, но начинал с книги Бытие, и ты, когда читаешь Бытие, вначале вроде интересно, мир творит, Бог мир творит, а потом начинаются какие-то истории пастухов какие-то там, что-то непонятное, а ты прочитал вот столько, а еще впереди вот столько, ну, как это вообще? Вот, а тогда я начал читать Евангелие и взял современный перевод. Дошел до Нагорной проповеди Иисуса Христа, и вот я, можно сказать, так влюбился в Иисуса, вот как в такого героя, как философа, и я подумал, что давай я буду попробовать жить, вот как он учит. Я даже не понял, что это вообще-то христианство, в принципе, и в церковь я никуда не ходил, хотя вот у меня опыт какой-то был в детстве, но я подумал, вот я попробую, вот как Иисус учит, вот так вот жить. А потом уже осознал себя как христианином и стал искать церковь, выбирать, стал изучать богословие, теологию, вот стал лютеранином. Почему именно лютераны? Как вы их выбрали? Ну, я воспринимал христиан, в принципе, я сейчас так воспринимаю, христианский мир, вот есть, ну, все-таки нечто общее, и вот эти церковные границы, особенно тогда, я не ощущал. Я подумал, какая разница, можно входить, в принципе, в любую церковь, и я сделал список церквей, просто в справочнике посмотрел, тогда интернета особенно не пользовались, но вот я нашел такой бумажный справочник и выписал просто все церкви, которые были в городе, и стал ходить каждое воскресенье в разную церковь. Там были методисты, баптисты, пятидесятники, католики, православные, естественно, ну, и лютеране. И мне не понравилась ни одна община, вот просто вот куда бы я ни ходил, мне, ну, это вообще, во-первых, все время глупо выглядело, там, знаете, вот христиане, да, я тоже, вот, вот. Но лютеранская церковь, она была ближе всего к дому, и я подумал, ладно, пока нормальную церковь не нашел, буду ходить к лютеранам, по крайней мере, они около дома. И еще большой плюс был этой церкви, что у нее там была колокольня, и я дома сижу, и колокола я очень хорошо слышал всегда. И начинают играть колокола, значит, богослужение начинается, а, воскресенье, ну, ладно, схожу. И я так и не спеша выходил, приходил к проповеди, слушал проповедь и уходил. На самом деле это восемь лет было, то есть я восемь лет ходил в церковь, к ней, ну, официально не присоединяясь. И потом присоединился, и потом уже спустя там пару лет меня рукоположили в пастора. То есть у меня от присоединения к церкви действительно прошло мало времени, но как бы я к ней присоединялся восемь лет. Мы чуть-чуть, очень быстро прошлись период, когда у вас, вы упомянули, была зависимость. А можем чуть-чуть вернуться к тому периоду, чтобы мы поняли, что вы, да, фантазировали, и как вы избавились от наркотиков, и как вообще вы появились именно в церкви «Армия спасения». Ну, практически вся моя молодость сопровождалась вот либо алкоголем, либо такими легкими наркотиками, вот. А потом уже появились и более тяжелые. И, в принципе, ну, в той среде, в которой я рос, это было, ну, скажем, общепринято. То есть очень трудно было найти людей, которые как-то с этим не пересекались. Наверное, они где-то сидели, я не знаю, их там дома держали. Ну, вообще, вот на улице, во дворе, ну, здесь, в Петербурге, это было очень так, ну... Я как бы не то, что я как бы себя оговариваю, знаете, что я не виноват, но просто вот такая среда действительно определенная была, и время тяжелое. Ну, а я рос вообще в приличной семье, меня даже в Англию отправляли, я в Англию даже учился. А потом я вернулся сюда, поступил в институт, и мы съехали с моим другом. У нее мама в Германию уехала, вот, и мы так к нему съехались. И вот получилось, что та квартира, где мы жили, это такое было место, куда приходили наши друзья, где вот каждый день были какие-то такие попойки, вечеринки. Вот находясь, как бы, вот в этой среде, вот там я начал читать Библию. И в какой-то момент, ну, перестал пить даже, перестал пить, перестал, ну, как бы, с ними тусоваться, вот, хотя, ну, продолжал там жить, вот, ну, и потом оттуда съехал. Ну, и вот, собственно, в этот момент я свою жизнь дофантазировал. Вот, чуть позже мой родной брат, он умер от передозировки. Ну, на самом деле, ну, как бы, он тоже был связан со вот этой всей средой. Я, честно говоря, сильно уже даже, ну, давно это не вспоминал все, поэтому даже немножко тяжеловато отвечать на этот вопрос, не эмоционально, а именно вот просто вспоминать, что там было, вот, как-то давно я сам в своих воспоминаниях в это время не погружался. Как будто другая жизнь там была. Да, очень другая. Вот, реально, я, кстати, недавно ехал, сейчас идет знаменитый сериал «Слово пацана», я посмотрел, это тоже немножко мое детство, я начал вспоминать свое детство, вот, и даже думаю, блин, у меня же на самом деле столько всего тоже происходило, вот, ну, вот в этот период подростковый, вот тоже книгу пиши, но я уже вот так мало помню всего, вот, ну, столько событий, много произошло, что кажется, что это вообще когда-то, ну, я бы устал, что там сам прочитал был книгу про свою жизнь, потому что я уже очень сам плохо помню. Как будто это все было так давно, но на самом деле было недавно, ну, и благо, что все это осталось позади. Ну, да, ну, да, можно сказать, что благо, что осталось позади, но, с другой стороны, если честно, я из, ну, из всякого негативного опыта тоже выношу опыт. Господь, Он же, Он все наше плохое, ну, то, что мы делаем плохо, Он использует, ну, во благо, поэтому и это тоже в определенной степени мне пошло во благо. Конечно, если бы, ну, это невозможно, но если бы был бы такой шанс прожить, жить по-другому, я бы ее прожил по-другому, без наркотиков, без алкоголя, как бы, начал по-другому. Но не знаю, куда бы это меня привело. В последнее время я посетила много городов России, ездила в Санкт-Петербург на съемки, в Ярославле записывала выпуск, который набрал почти миллион просмотров, а еще отдыхала в Сочи и в Нижнем Новгороде. Для меня подготовка к каждой поездке начинается не со сбора вещей, а с заботы о моей безопасности и безопасности семьи во время путешествия, потому что мы никогда не сидим на месте и порой выбираем довольно необычные маршруты и активности. Чтобы не беспокоиться во время поездки, заранее оформляйте страхование от несчастного случая от ингостраха. Страховка придет на помощь в непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть не только при занятиях экстремальными видами спорта, но и во время прогулок, катания на роликах или самокатах. Стоимость страхового полиса формируется на основе нескольких факторов, поэтому ингострах предлагает гибкую систему тарифов. Еще вы можете застраховать несколько человек, например, себя и супруга, и вписать в один полис. При этом максимальная сумма выплаты каждому застрахованному может достигать 500 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании на официальный сайт ингостраха и оформляйте страховку от несчастного случая со скидкой 10% по моему персональному промокоду INGO10. Как и в самом начале выпуска обещала, вам сейчас пройдемся по выставке и посмотрим, как же все выглядит в церкви. Вижу елку сразу же, не могу не спросить, что же делает елка в христианской церкви, потому что многие думают, что елка это что-то языческое и не так уж хорошо, если она у христиан. Хотя у меня дома тоже есть елка. Что он там делает? Нет, я считаю, что елка это вообще не языческое. То, что какие-то язычники украшали деревья, деревья они до сих пор так делают. Если вы пойете в Мариел, вы увидите рощи так называемые, то есть вот есть язычники, которые используют деревья. Но рождественская елка, она с этой историей вообще никак не связана, потому что елка появляется в доме в 16 веке благодаря Мартину Лютеру. Он приносит елку домой, чтобы объяснить и рассказать детям о Рождестве. То есть в христианской интерпретации, в рождественской интерпретации елка это древо жизни. Вы помните, что в райе росло два дерева особенных. Древо познания добра и зла и древо жизни. И вот древо жизни, потом описание нам отправит, что это сам Христос. И вот елка, вечно зеленое дерево, это сам Христос. Дальше на макушке есть звезда, это евреемская звезда, которая привела волхвов. Дальше есть гирлянда, это ангелы в ночном небе, которые явились пастухам. И под елкой лежат подарки. Это подарки волхвов и подарки, которые мы дарим друг другу. Поэтому елка, наоборот, это максимальный рождественский символ, как раз людям, чтобы рассказать о Рождестве. Но мы на этой выставке постарались уйти, наоборот, от всех этих стереотипов. И даже если посмотреть на нашу елку, то можно заметить, что она состоит из лилии. Сейчас мы вот настраиваем свет, и вот видно, что там лилии. То есть это на самом деле не елка. Это просто конус в виде лилии со звездой. Почему лилии? Потому что лилии – это образ благовещения. То есть как раз вот эта часть нашей выставки, она рассказывает о том, как архангел Гавриил приходит к Деве Марии и возвещает, что должен родиться Спаситель. Но вот мы как раз перемещаемся в большой зал, и он такие две функции несет. С одной стороны, он рассказывает о пути из Назарета Вифлеем, которые прошли Девы Марии, и мы погружаемся в такую ночь. С другой стороны, мы с вами оказались на таком поле, где пастухи выпасают свои стада. Как красиво! Это поле близ Вифлеема. И, может быть, это та самая рождественская ночь, когда Иисус рождается. Мы пока его не видим, мы потому что как пастухи находимся на этом поле. Как бы алтарь тоже переосмыслили. И мы сделали такой вот в будущем механический. Мы его еще никак не можем как бы отремонтировать, чтобы эти фигуры двигались. Вообще они имеют возможность двигаться. Ну и вот как бы алтарь у нас тоже такой рождественский немножко. А кто придумал выставку? Ну у нас целая арт-группа. Называется арт-группа «Зерно». Это, по сути, группа наших прихожан. Я тоже в ней участвую тоже. И мы собираемся дальше, планируем выставки, придумываем, читаем Библию. Какие-то брейнстормы происходят, ездим куда-нибудь. Вот сейчас у нас была выставка страсти. Мы в Иерусалим ездили, смотрели, как там устроено. Сейчас у нас тоже будет выставка, посвященная исходу. Мы едем в Саудовскую Аравию, на гору Синай. Мы максимально изучаем, насколько это возможно, чтобы потом здесь реализовать самыми простыми способами. Чтобы вот некий дух такой передать. Поэтому в Вифлееме тоже мы, конечно, много раз были. Но в Вифлееме на самом деле очень такой сложный его передать. Нынешний он такой рельефный очень. И вот сейчас мы переходим в другой зал, и над ним работали ребята из церкви «Слово жизни». То есть в большей части. То есть мы зовем, кто хочет поучаствовать в выставках. И вот они тоже предлагают разные варианты. Ой, какой запах! Да, я уверен, что в клеву, где родился Иисус, был другой запах. Там были настоящие животные. Но запах сена, он тоже в центре Петербурга. Он как будто тебя погружает в какую-то такую атмосферу немножко деревенскую. И на самом деле так и произошло. Иисус рождается в пещере. У меня даже мурашки запаха. Да. И здесь мы, смотрите, как обыграли. Здесь, если посмотреть на ясли, то там лежит хлеб. Потому что тоже Христос про себя сказал «Я хлеб жизни, шедший с небес». И он рождается в Вифлееме, в городе Вифлеем. Если его перевести «Бетлехем», означает «Дом хлеба». То есть спаситель, который про себя скажет «Я хлеб жизни, шедший с небес», рождается в городе, который называется «Дом хлеба». И его постелью становится ясли. А ясли – это, по сути, кормушка для скота. И вот как бы хлеб жизни рождается в городе хлеба. И, по сути, обретает место пищи. И дальше вот такой мы сделали мобиль. Как знаете, над кроватками детей, где вращаются герои Рождества. Но этот мобиль венчается, видите, терновым венцом. Если посмотреть, вот это кольцо – это терновый венец. И на самом деле это то, ради чего Христос приходит. Чтобы, ну, приходит царь, но его корона – это не какая-то золотая корона, а это терновый венец. Ну и Вифлеемская звезда, которая приводит волхвов ко Христу. Вот. Собственно, следующий зал как раз и посвящен волхвам. Вообще, есть такая детская песня, что звезда светила всем, но только мудрецов привела ко Христу. И вот волхвы – это как раз история про… и елка, кстати говоря, и все украшения. Они же всем сейчас… и сейчас все города светят, но только, ну, мудрецы узнают, что это про Христа на самом деле. Вот большинство или часть людей будет думать, что это… Знаете, мы там празднуем год, я не знаю кого, дракона или там лошади, да, да. Какую лошадь и какого дракона? У нас каждый год – Год и Существа Христа. Конечно. И все вот эти звезды и все остальное мы об этом рассказываем. Да, ну и вот мы поднимаемся. Кстати говоря, я уже сказал, что город Вифлеем – это холмистый, и у нас тоже есть небольшой холм. В виде ступеней. Да, да, в виде ступеней. И, ну, это такой, знаете, действительно, шатер, он тоже такой передает восточный дух, как мне кажется. Вот. Ну и, скажем, такая финальная сцена. Наши выставки – это пещера. И здесь мы как бы соединили два образа. С одной стороны, ведь что такое хлев? Это же не деревянный сарай, как мы себе обычно представляем здесь в России. А это, скорее всего, пещера, куда сгоняли скот на ночь. И, скорее всего, Иисус рождается именно в пещере. Но, с другой стороны, мы помним о пещере, откуда Иисус воскресает. И вот эти два образа пещеры мы соединяем, потому что здесь тоже есть камень отваленный. И это, знаете, как пасхальная сцена. И есть пелены. Как ты помнишь, что Мария перепеленала Иисуса и положила в ясли, так потом апостолы, когда пришли после воскресения Иисуса, они обнаружили лежащие пелены. И вот эти два элемента соединяют праздник Рождества и праздник Пасхи. И вот здесь мы тоже сразу говорим о том, ради чего спаситель приходит. Ради того, чтобы и нам дать жизнь Богом. И, соответственно, мы здесь сразу оба эти истории сводим вместе и рассказываем. Ну и почти всегда параллельно у нас проходит выставка картин. Потому что я считаю, что мы можем быть хорошей площадкой для христианских художников. Не так много людей, которые рисуют, скажем, современные христианские сюжеты. И вот мы делаем такой open call. И дальше люди присылают свои работы, и мы их берем на общую выставку. Здесь у нас проходит богослужение на немецком и английском языках. А во время выставки вот мы сделали мою проповедь. Киняэль. Да, я записал рождественскую проповедь, и человек приходит, и она по кругу идет. Скажите, пожалуйста, а лютераны разве тоже свечи ставят? Ну, мы уже говорили, что лютераны самые свободные христиане в мире. Что хотят, то и делают. Why not? Почему нет? Да, потому что свеча – это символ нашей молитвы. То есть иногда хочется сделать, ну, как бы визуализировать то, чего не видно. И для этого и нужны символы. То есть тут главное не свечку поставить, а главное, ну, совершить молитву. И вот как видимая часть нашей молитвы – это может быть, ну, свеча, которая здесь стоит. И даже мы написали здесь эту молитву. Мне кажется, это очень классно, когда даже человек, ну, не зная молитв, вот он эту молитву прочитает и поставит свечу. Поставлю с вами. Как уважение. Но по-прежнему осталась съелка, подарки и вот это невидимое. Откуда финансы на такие большие выставки? Потому что очень масштабные выставки, которые проходят у вас, и, ну, могу думать о том, что нужны большие финансы, чтобы все это реализовать. Да, они, кстати, ну, достаточно дорого стоят, но, ну, не секрет, мы продаем билеты на эти выставки. То есть человек, когда приходит, он покупает билет. Билет стоит, по-моему, 700 рублей сегодня. Там есть льготы, есть какое-то количество бесплатных билетов мы выделяем каждый день. Но все равно мы просчитываем эту экономику, чтобы покупка этих билетов, по крайней мере, покрыла затраты на выставку, на зарплаты и так далее. И пока, слава богу, у нас это получается. Более того, нам это приносит доход. То есть можно сказать, что это такой, ну, ну, если я скажу слово бизнес, просто иногда это плохо звучит, особенно в церковной среде. Но на самом деле я как раз в бизнесе, ну, по крайней мере, тот бизнес, который я наблюдаю, это очень созидательный бизнес. Это не, ну, не какая-то жесткая конкуренция, где там люди друг другу там яд подсыпают или что-то такое. Вот. А где, ну, наоборот, это такое дело, в которое вовлечены много людей, и оно очень созидательно влияет и на жизнь церкви, и на жизнь общества и так далее. Вот. Поэтому вот нам удалось выстроить так работу, что мы сами себя обеспечим. Вот с первого дня, как я здесь служу, никаких больших там пожертвований там сюда не поступало никогда. То есть вот самое большое пожертвование в денежных... А, ну, сейчас побольше, правда. Ну, до этого, еще недавно было самое большое пожертвование, которое, так вот, прямо деньгами нам пожертвовали было 500 долларов. Вот. А все остальное, это вот, ну, это вот, ну, либо концерты, либо выставки, ну, либо просто в ящик там бросают. Вот. Сейчас больше, потому что, слава богу, мы нашли спонсорную реставрацию церкви. Сейчас идет проект реставрации, вот. И нам пожертвовали сейчас 20 миллионов на проект. Вот. И это, конечно, сильно больше, чем 500 долларов. Ну, вот, слава богу. это тоже был один из планов почему выставки и концерты то есть план был такой чтобы как можно больше людей через себя пропустить потому что мы не ну и точно мы никогда не заработаем деньги чтобы сделать реставрацию что это совершенно другие цены вот то есть даже проект реставрации стоит 25 миллионов 5 миллионов мы свои ну тратим 20 миллионов вот спонсор нашелся а если делать реставрацию это проект просто ну как сказать ну документы там исследования а если делать саму реставрацию но это ну-то не за миллиард или сколько то есть какие-то большие деньги то есть памятник здесь так не сделать и вот мы хотели как можно больше людей чтобы прошло через церковь с надеждой что кто и у кого-нибудь что-нибудь там ёкнет откликнется то есть особо даже плана такого не было то есть планов пропустить можно больше людей а там что-нибудь должно сложиться так собственно и произошло немножко просто упоминать наверное тут стоит прайс реставрацию реставрацию нужно делать потому что пожар был верно Да, был пожар, но это памятник, то есть он, конечно, находится сейчас не в том состоянии, в котором он должен находиться, вот, в каком-то, ну, мере он приведен в порядок, то есть здесь безопасно и так далее, но, конечно же, здесь, ну, еще много, что нужно сделать, вот, и какую-то часть мы хотим законсервировать, какую-то часть, ну, отреставрировать, вот, вернуть в прежний вид, вот, и нам повезло очень с, ну, с реставратором, с архитектором, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, это архитектор, который возглавлял строительство парка Зарядье, перестройку Лужников, аэропорт Новосибирский построил, то есть это просто, это, ну, не знаю, наикрутейший архитектор из возможных, которые могли быть, вот, и у него есть, конечно, мысль что-то законсервировать, потому что нынешняя история Анненкирхи, она тоже интересна, и не хотелось бы, ну, просто ее отмахнуть и, как бы, отмотать во времена, не знаю, Фильтона, когда, ну, церковь была только построена, ну, там, 18-19 век, все-таки это не музей, это, ну, церковь, она уже живет, у нее есть свои обитатели, прихожане и так далее, и вот хотелось бы это тоже сохранить. Вы знаете, когда вы сказали слово бизнес, даже я напряглась без задней мысли, но как будто это происходит подсознательно, потому что, когда в церкви кто-то говорит про бизнес, имея в виду, что все, что происходит в церкви, это бизнес, люди немножко пугаются. Давайте раскроем карты, чтобы не было никаких задней мысли ни у кого, кто смотрит, пугаются. Не все, что происходит в церкви, это бизнес, но в церкви все-таки есть, ну, и, ну, скажем, слово бизнес – это дело, да, и если бизнес своей целью ставит зарабатывание денег, то у церкви это не является целью, это является средством. То есть цель у нас другая, цель у церкви – проповедь и Евангелие. Но дальше, для того, чтобы этой цели достичь, должно быть вовлечено большое количество людей, там вовлечено средства, там, не знаю, любые крусейды, которые проводят там кто угодно, там, эти большие проповедники, там же тоже вовлечено огромное количество людей, там автобусы, там нужно арендовать, звук, свет и так далее. Вот, и здесь то же самое, вот эта финансовая часть, она, ну, существует, ну, независимо ни от чего. Нам, на нашу деятельность, ну, никто не жертвует. Если кто-нибудь захочет, если кто-нибудь захочет пожертвовать, пожалуйста, мы примем с большим удовольствием, вот. Но нам нужно, ну, мы же не можем ничего не делать, только потому что там ничего не жертвуют. Соответственно, мы ищем способы, как мы можем сделать. Мы тогда думаем, а мы можем сделать, там, не знаю, ну, там, евангелизационный концерт, ну, так, чтобы люди на нее купили билеты. Мы подумали, а почему нет? То есть, почему, ну, почему, почему надо вводить бесплатно? И мы делаем такой концерт и продаем на него билеты. Вот, при этом, там, у нас есть, допустим, концерт классика с комментариями, где половину времени я, ну, проповедую, половину времени музыка звучит. Там сейчас цикл рождественских таких концертов будет. Вот, и мы на них продаем билеты. Благодаря этому нам удается, ну, пригласить хороших музыкантов, они хорошо играют, выстроить свет, звук и так далее, и, ну, иметь свой штат сотрудников и так далее. Вот, можно сказать, что это бизнес, ну, да, это бизнес, но цель, не зарабатывая денег, цель проповедь Евангелия. И более того... Ну, тогда, получается, вы продаете проповедь Евангелия или нет? Нет. Ну, мы продаем концерт, вот, да, а в нем есть элемент проповеди Евангелия, конечно, конечно. Продаем проповедь Евангелия, ну, нет, мы просто организуем мероприятие, которое, которое интересно человеку настолько, что он даже готов, ну, за это, ну, заплатить деньги. А еще, знаете, кстати, тоже есть особенность такая, что если делать бесплатные мероприятия, не все люди на эти бесплатные мероприятия пойдут. То есть те люди, которые готовы купить билеты на концерты пойти, они не пойдут на бесплатные мероприятия. Наоборот, можно сказать, что мы, ну, скажем, ориентированы немножко на другой сегмент людей, которые, ну, хотят приходить на, ну, не знаю, платные концерты. И в этом, я считаю, что, ну, ничего нет. И благодаря этому, ну, вот, нам удается, ну, спланировать бюджет, ну, как бы организовать концерт. Вот, там, ну, новую площадку открываем, ну, уже открыли в Брусницыне, здесь, в Петербурге. Делаем, ну, концерты в других местах, в Москве делали не так давно. Купили базу отдыха и хотим сделать большой христианский парк здесь, 120 километров от Петербурга. То есть, ну, вот, благодаря чему? Благодаря тому, что мы этот доход себе не в кармане кладем. Мы, как бы, его пускаем дальше, ну, вот, в такое дело. И все наши проекты, они миссионерские. То есть, трудно найти, ну, что мы там просто, вот, знаете, зарабатывание денег. Хотя и этим тоже церковь занималась. Вот, здесь четыре дома вокруг нас, даже шесть домов, получается, две школы, два корпуса школы и четыре доходных дома. И эти доходные дома раньше принадлежали вот этой общине. То есть, и они сдавали квартиры, чтобы получать деньги. Где здесь миссия? Никакой миссии нету. Просто они использовали то, что у них есть земля. На этой земле они построили дома и сдавали квартиры. Доходные дома, они так и назывались доходные в Петербурге, потому что это очень хороший, ну, способ извлечения прибыли. И этим занималась община. Это просто чистый бизнес. Никакого вообще, никакой миссии. И так было, ну, в девятнадцатом веке. Ну, так что нам сейчас мешает? Заниматься чем-то подобным, как бы, неся Евангелие. Вот, мне кажется, классно. Опять-таки, примеры такой христианской миссии я вижу везде. Ну, в той же Америке этот самый Арк-энкаунтер, ковчег ребята построили. Ну, как они его построят, если они не будут продавать у него билеты? Ну, это, ну, нереально. Это, мне кажется, наоборот, вот такое плохо сложившееся представление о церкви, которое в девяностых годах кормилось, скажем, миссиями иностранными, которые, ну, приезжали сюда миссионеры, они тратили деньги. Все, вы там лагеря проводите, бесплатно всех зовите. Там, не знаю, проводите концерты, бесплатно всех зовите. То есть мы за все, мы все расходы будем покрывать. Так это было, но вот, ну, как бы, я начал служить уже в другое время, когда этого нет. Я вообще никаких денег, ну, таких серьезных не получаю. Так что, ну, откуда-то извне. Поэтому надо как-то вот думать. И мне кажется, наоборот, мы очень классно нашли способ и служить Богу, и оставаться церковью, и нести миссию, и быть интересным для людей. То есть это же, по сути, мы превратили заброшенную церковь, ну, или там, церковь после пожара в новую точку на карте, я не знаю, петербургских достопримечательностей. И люди, которые приезжают в Петербург, они, ну, они хотят посетить Анна Кирхи. Это прямо вот в путеводителях, везде, ну, уже указано. Поэтому, наоборот, мы вот такую классную проект сделали. Вот. Я так на тебя накричал. Я спровоцировала. Потому что этот вопрос, он иногда звучит, и иногда, ну, у меня уже немножко раздражение вызывает, потому что для меня очевидно, что мы делаем, ну, очень хорошее дело. Конечно, я согласна. Но я задала этот вопрос специально, чтобы вы как раз-таки и объяснили, что вы делаете хорошее дело. Если это непонятно кому-то, мне вас очень жаль. Нет, очень достойный ответ. Считаю, ответ достойным. Последний вопрос на эту тему хочу задать. Надеюсь, не будете кричать. Вы пастор, и вы сказали, что очень много дохода приходит в церковь, и вы получаете зарплату. Да. Но человеку всегда сложно работать с большими деньгами. И иногда у разных людей бывают соблазны, чтобы брать еще больше в карман, как вы сказали. Я к деньгам не имею отношения. Мне очень легко. Все деньги у меня проходят. То есть я эти цифры знаю, как сказать, но я ими не управляю. Иной раз мне для себя не выпросить, там, на командировку или еще куда-то, или еще что-то купить. Сейчас нужно новую камеру купить, откуда мы хотим из Италии заказать. И это иной раз надо еще наш финодел поковырять, чтобы они мне выдали денег. Ну и зарплата, которую я получаю, скажем так, она очень небольшая. Если сравнивать ее с, условно, зарплатой человека, который руководит подобным коммерческим предприятием, который приносит подобный доход, или выстроил, причем с нуля практически, то эта зарплата, она на уровне водителя автобуса. Вот так что... Жаль. Жаль. Ну, я больше склонна к тому, что пастора такую работу делают. Они так жертвуют своей жизнью, что лично я хотела бы, чтобы они все жили хорошо. Мой глаз это радует. Я живу хорошо. Ну, здесь, ну, как бы, есть еще, ну, как бы, другая вещь, что, ну, я сильно изникать не нуждаюсь. То есть, ну, вот на мои нужды, на семью, мне все хватает. Но когда я здесь начинал служить, я подрабатывал в такси еще, представляете? Вот, потому что денег, ну, не было. И даже, когда я нанимал сотрудника, то это было, ну, как бы, я первый сотрудник, который сейчас нанимал, арт-директора, это надо было прямо, ну, найти эти деньги, это было очень непросто. То есть, это... То есть, я меньше зарабатывал, но зато вот я знал, что я могу нанять сотрудника. Сейчас, конечно, ну, есть возможность все-таки платить зарплату. Ну, 80 человек работает сейчас. Все получают зарплату и, ну, скажем так, нормальную, ну, достойную, я считаю, что. Но если вопрос положить в карман, нет, я в карман не кладу, и у меня такой возможности нет. А идея выставок, это ваша, как понимаю? Слушайте, она, ну, нет, не наша. До того, как я сюда пришел, я сюда пришел в 2015 году, уже в 2014, и в 2015 прошло, по-моему, две выставки, организованные не нами. Но они были не христианские, они просто как бы использовали это пространство для выставок. Вот. И потом, когда я сюда пришел, опять-таки, здесь уже были... Я пришел сюда, потому что начали поступать заявки там, давайте у вас это пройдем, давайте это. А часто были какие-то сомнительные заявки, и вообще, ну, на грани фарса какого-то, что вот в церкви что-то такое провести, чтобы шокировать, поразить людей. Вот. И тогда меня поставили, чтобы я эти заявки разбирал. Сказали, вот какие-то люди там обращаются, разбирайте заявки, чтобы, ну, не было никакого... Но мне было стыдно там, в конце концов, за то, что у нас в церкви организовали. Вот. И я стал заявки эти разбирать, и тогда перед организаторами, которые эти заявки присылали, если они приличные, я говорил, есть условия. Там, у нас можно провести концерт, вы хотите провести концерт, но перед началом концерта я выхожу на сцену и, ну, как бы рассказываю об этом месте. То есть это такое вот условие, одно из условий. И первое время людям это не нравилось, они там старались отказываться. Вот я говорил, что, ну, отказываться нельзя, это обязательное условие. Вот. А некоторые даже извинялись перед своей публикой. Вот были такие моменты, когда, вот, вроде, ну, они, ну, как бы проводят здесь концерт, и так написано, значит, ну, перед концертом выйдет пастор. Ну, не обращайтесь внимания, это как бы, ну, знаете, как будто извиняются за это. Вот. Но я, честно говоря, готовился и старался, и выступал более-менее, ну, так, прилично. И, ну, я понимал, что за публика пришла, вот, соответственно, ну, так позитивно рассказывая об этом месте. Ну, и главный такой посыл, что вообще мы здесь вам рады, на самом деле, не только на концерте, но у нас здесь, ну, там библейские беседы проходят и богослужения. Вот. И потом даже организаторам начал это нравиться. И потом даже они стали ко мне обращаться специально, чтобы, ну, спрашивая, а вот вы там у других выступали на концерте, а у нас можете выступить? И потом даже на афишах писали, что, типа, специальный гость, знаете, пастор Евгений Раскатов, такой специальный гость на нашем концерте. Вот. А потом, ну, я смотрел, как они организованы, концерты, но в основном концерты это были первое время. И вот первого сотрудника, которого я нанял, это Света Ивашкевич, наш арт-директор. И она, ну, волонтерила, помогала бесплатно и даже свою работу сдвигала. И я потом подумал, ну, зачем ей свою работу сдвигать, пусть, слушай, она у нас работает. И как раз вот я сказал, что смотри, как другие организуют концерты, давай будем свои делать концерты. И так постепенно мы начали делать концерты. А потом уже пришли к идее выставки, потому что, на самом деле, выставка, конечно, сильно, ну, у нее больше возможностей. И миссионерских, и с точки зрения пропуска людей, ну, как бы, просто концерт обычно вечером, можно провести один концерт за вечер, ну, максимум два там, вот. А выставка, а через выставку днем можно пропустить огромное количество людей. И вот у нас была Ночь музеев, и мы подали заявку, и вдруг мы стали одной из самых посещаемых площадок за эту ночь. К нам пришло 6 тысяч человек, или 7 тысяч, или 8, я, ну, не помню, какая-то, ну, какая-то большая, по-моему, 8 на самом деле. 6 тысяч у них по билетам, и 2 тысячи еще дополнительно просто, ну, как бы, они здесь приобретали билет. То есть 8 тысяч человек там за одну ночь. И это, ну, был такой, ого, так можно, что ли? Ну, а мы проповедовали, так, ну, рассказывали, так, за ночь 8 тысяч человек так замиссионерить. Вот, и потом поняли, что на самом деле это еще ерунда, можно больше, вот, если эти выставки проводить. И вот, ну, сейчас вот полмиллиона, то есть, вот, ну, это люди, которые купили билеты, и у нас, ну, экскурсии организованы, то есть, которые, ну, прошли через, вот, ну, скажем так, наши выставки и концерты. И вот, как бы, наблюдая за теми организаторами, которые здесь организовали, мы все переводили, ну, немножко в библейские русла, скажем так. А какие концерты проходили здесь? Какие группы выступали? Айова у нас выступала, например, там, Маленин, ну, такие, сильно таких вот прямо именитых, ну, может быть, Айова вот единственная. Ну, всякие христианские группы, естественно, выступали. Вот, а потом мы больше, конечно, скатились в классику, то есть, потому что организация концертов для групп очень, ну, тяжелая, во-первых. А во-вторых, не всегда она вписывается хорошо, ну, в церковь. А всякие Бахи, Вивальди, они очень хорошо. Ну, во-первых, у них много, все-таки, таких духовных сюжетов. А во-вторых, ну, действительно, как бы, они проще, может быть, где-то организовать, и они легче, ну, не знаю, гармоничнее, что ли, вписываются в эти стены. Поэтому, конечно, мы, в основном, организовываем классические концерты. А когда вы еще не делали свои концерты, была ли какая-то, например, может быть, знаменитая группа, которая хотела здесь выступить, а вы отказали? Да, много кто. Земфиру, Нойземси. Ну, Нойземси потом мы разрешили снять клип, правда, есть здесь клип, он снимал. Вот, но и тот, и другой, это были в рамках частной, типа, вечеринки. Мы все частные вечеринки отказываем, то есть у нас ни одной, кроме нашей собственной, там, церковной вечеринки, которая здесь проходит. Вот. На ней выступает группа Атаваёв. Несколько лет уже, это прям вообще, это для нас большая радость. Интересно, что выставки — это как будто какая-то развлекательная часть, которая зовет людей, притягивает людей в церковь. Но иногда принято считать, что людей не нужно звать в церковь, используя шоу-программы, развлекательные программы, потому что нужно их притягивать именно духовным, чтобы они тянулись в церковь из-за духовного. Как вы решаете для себя этот вопрос? Не, ну я не знаю, у кого так считается, у меня так не считается, например. Вот. Потому что я рад, что люди пришли в церковь по любому поводу вообще, в принципе. Есть, ну, в Петербурге много исторических церквей, куда люди просто приходят посмотреть, не знаю, на архитектуру, там, на фрески, на что угодно. Но дальше, скорее, ну, мне кажется, перед теми, кто эти церкви эксплуатирует, стоит вопрос, как этим людям, можно сказать, что это не просто, знаете, мозаика фрески, там, не знаю, что там, иконы, а они написаны для чего-то. То есть это не просто Исаакиевский собор, на котором есть скульптуры, а это вообще-то, ну, храм, это не музей Исаакиевский собор, это все-таки церковь. Вот. И это не просто скульптура, а это, ну, библейская история, рассказанная в этих скульптурах. Вот. И, собственно, как раз искусство, оно и несет, скажем, идеологический заряд, на самом деле. Просто люди как будто бы перестали его видеть. Появилось такое забронзовелое искусство, которое стало интересным само по себе. То есть человек приходит и там смотрит, там, не знаю, ой, какие цвета, там, какие, там, не знаю, фигуры, там, какой мастер, вот, как он красиво это все изложил. Но, как бы, а что они несут-то? То есть это как, знаете, ну, просто разглядывают торт, смотрите, какой торт, вот смотрите, как он красивый, здесь цветочки, здесь там, I love you написано, свечки стоят. И его не есть. То есть это вот, ну, по сути, можно сказать, что культура, это обертка для донесения, ну, некой идеи. И вот люди вдруг стали наслаждаться этими обертками. То есть смотреть на них, говорить, какие они красивые, туда-сюда, вот. Вот, а мы-то как раз стараемся наши выставки заряжать так, чтобы за этой оберткой, ну, как бы, прямо, ну, проповедовать, чтобы за ней эту суть выражать, вот. И более того, даже, ну, и на ту культуру, которая уже есть, ее тоже, ну, нужно так использовать, там, есть, не знаю, там, полотна, живопись и так далее. Они же очень христианские, то есть художник их рисовал, там, не знаю, Брегель рисовал не для того, чтобы просто рисовать человечков. Он рисовал для того, чтобы людям проповедовать. И вот это очень важно людям показать, что это не просто культура в культуре, а это на самом деле культура ради чего? Ради того, чтобы тебе нанести Евангелие. Пусть человек сюда пришел, чтобы делать фотографии в Инстаграм, никакой проблем. Но он сюда пришел, и мы ему рассказали о Рождестве. Мне кажется, это, ну, это классно. Вот, а как, а что он вдруг придет, знаете, вот, ну, ни с того ни с сего, с улицы и скажет, я хочу, знаете, у нас есть такая форма, ну, как бы, воцерковление, называется конфирмация. И вот человек придет, он скажет, я хочу конфирмироваться. Я спрашиваю, ты откуда это вообще слово узнал? Вот, ну, как бы, с чего ты это вдруг решил? Вот, то есть, откуда человек, как человек просто придет вот в церковь и, ну, не знаю. Но если в церкви будут происходить чудеса, о них будут рассказывать, и человек будет притягиваться в церковь, например. Ну, вот у нас чудеса происходят. Мы делаем в центре Петербурга выставку, на которую приходят люди, которые, придя на выставку, встречаются с Богом. Это ли не чудо? В чем чудо? Пальцы ни у кого-то дополнительные не вырастают, не знаю, что там, по воде мы тут не ходим, но люди меняют свою жизнь. Вот, как бы, он пришел один, а ушел отсюда другой. Вот это, я считаю, что это самое настоящее чудо, встреча человека и Бога. Но если посмотреть даже другие лютеранские церкви, все равно ваша отличается тем, что она современная. Ну, вы считаете, хорошо... Такие все современные церкви, или нет, какие они не современные, мне кажется, все современные. Просто все, ну, скажем, отягощены какой-то формой традиции, и у нас тоже она есть. Но я считаю, что традиция, она хороша, если она, ну, имеет какой-то смысл. Но если она не действует никак, ну, ее нельзя использовать, то зачем эта традиция нужна? А так, вот, Бахыч, он жил в 17 веке, мы до сих пор, ну, как бы, исполняем его произведения. Можно сказать, что это, ну, не современно, но это и современно. Есть люди современные, которые слушают Баха. Вот, и что им, не рэп же слушать, в конце концов. Ну, а какие традиции, по-вашему, уже устарели, и какие лишние? Нет, ну, лишние все те традиции, которые непонятны. То есть, либо их надо... Либо их надо объяснить. Ну, совершенно точно, ну, язык должен быть понятный. То есть, когда... Даже в лютернантских церквях любят использовать латынь. Я вообще не понимаю, для чего. То есть, понятно, что есть какой-то, ну, фетишизм в этом, ну, окей. Вот. Мне странно, например, ну, я извиняю за критику, что русские православные церкви до сих пор не могут прийти на русский. Понятное дело, что там, ну, сложно, там это может раскол, ну, в качестве, там, не знаю, миссионерской проповеди, как альтернативное, то есть, богослужение. Ну, это настолько тяжело и, как бы, ну, как бы не дается. Вот. Ну, может быть, что-то есть другое, о чем я не знаю. Вот. То есть, есть известная церковь в Москве, у нее есть такой девиз, что современная церковь с древним посланием. Слово жизни. Да. И мне, как бы, эта идея нравится. То есть, другое дело, что все церкви современные, то есть, послание не должно меняться, но язык проповеди, он, ну, должен быть понятный. То есть, когда, ну, церковь продолжает, ну, не знаю, использовать стенгазету, и не заводит инстаграм или, там, не знаю, хотя бы вконтакте, мне это непонятно. То есть, ну, зачем использовать стенгазету или, там, не знаю, что там еще раньше использовали, ну, объявления просто вывешивать. Если можно, то же самое делать через интернет. Вот. Поэтому, если есть у парикмахерской инстаграм, то почему в церкви не может быть инстаграм? Я считаю, что это тоже, ну, некий такой язык проповеди. Вот. И стенгазеты, это не традиция, это ерунда. Ну, как сказать, это, ну, Лютер прибивал 95-ти в двери, но нам не обязательно сейчас к двери прибивать объявления. Вот. Их можно печатать, ну, публиковать в социальных сетях. А есть что-то, что вы собираетесь у лютеран сейчас менять? Какие-то традиции у вас, которые вам не нравятся на данный момент, и вы собираетесь их тоже менять? Да нет. Да, лютеранская церковь, она наиболее свободная церковь, потому что мы можем себе позволить то, что не могут себе позволить, там, современные протестанты, и можем себе позволить то, что не могут себе позволить православные. Например? Про православных или про протестантов? И то, и то. Ну, про православных мы можем выйти в пиджаке с гитарой и петь песни, как бы хлопая в ладоши во время богослужения. А то, что не могут себе позволить протестанты, мы можем себя перекрестить, осенить крестным знамением, служить литургию. Можем кадилы вытащить, если кому-то надо. У меня висит, я его никогда не использовал, но можем покодить. Если ты это сделаешь в любой баптистской протестантской церкви, там тебя просто зажгут, мне кажется, на костре. Ну или, по крайней мере, скажут, ты чего вообще, что ли? А лютеранская церковь, она свободна в этом смысле, потому что действительно у нас есть древние традиции, где используются кадилы, облачения, высокая церковь, все такое. Но это нам не мешает петь песни под гитару, проводить богослужения в такой современной форме. В России не очень принято, но в Америке я часто в лютеранских церках видел так называемый contemporary service. Traditional service, под орган, вот как принято там с облачениями со всеми. И contemporary современное богослужение, где есть группа прославления, где, ну, как бы, ну, так, ну, по-протестантски, скажем так, проходят. Вот трудно себе представить, что, ну, у протестантов может быть, ну, traditional service. То есть очень-очень редко, ну, я имею в виду у евангельских церквей, у 50-ников, у баптистов. Если будет полная свобода, то из-за этого может и кто-то уйти, верясь, кто-то сделать что-то, ну, очень неправильно, которое противоречит Библии и не принимать. В литургии про Библию ничего не сказано, точнее, в Библии про литургию ничего не сказано. Поэтому, ну, это как раз проблема традиции, а не Библии. То есть в Библии очень мало. То есть вся литургия и вся форма богослужения, она исключительно традиционная. Просто традиция может развиться так и так, а дальше насколько мы становимся заложниками этой традиции? Там протестантская или там православная, или католическая, еще какое-то там. Вот, потому что раскол всегда происходит именно из-за традиции. Католики очень серьезно, ну, раскололись, когда отменили тридентскую мессу. Появились, ну, те, кто нет, тридентское мессо на латыни, это вот самое правильное мессо. Православные раскололись, когда там крестится двумя перстами или тремя. То есть, как бы с лютеранской колокольни, когда ты на это смотришь и думаешь, ну, что за бред? То есть из-за этого у нас расколов не может быть просто по определению. Но если какие-то, ну, там, ребята отколются из-за того, что мы, там, не знаю, будем кадила использовать или не будем кадила использовать, это, ну, какие-то очень странные ребята. То есть в нормальной ситуации такого не происходит. Вы знаете, вы один раз в одном из интервью назвали христианство бунтарством в своем роде. Я могу даже сейчас прочитать. Я не помню, но я согласен. Ваши же слова. Христианство – это бунтарство в некотором смысле, просто не очень понятное по форме. На самом деле церковь про поиск внутренней свободы, настоящего себя. Я вообще не помню, когда я это говорил, но неважно. Насчет бунтарства я, на самом деле, до сих пор считаю, только я сейчас другое слово использую. Я использую, что христианство – настоящий панк. То есть люди, вот я смотрю на молодых людей, они хотят быть свободными, хотят быть, там, ну, скажем так, отличаться от тех остальных. Но самый прикол в том, что эта форма отличия, она очень сильно имеет, ну, свои ограничения. То есть ты можешь отличаться, но только вот так. А вот так отличаться нельзя. То есть когда ты по-настоящему отличаешься от других, люди начинают, ну, бояться этого. То есть они ищут форму отличия, но в определенных границах. Это бред, конечно. Вот, и сегодня я, когда вижу верующих людей, ну, и вообще, ну, как бы молодых людей, которые становятся христианами, которые, ну, выбирают, что вот я буду жить по-христиански, там, не знаю, не буду блудить, там, не буду пить, там, не буду, ну, короче, вести христианский образ жизни, ходить в церковь, изучать Библию. То есть Иисус, Он мой, ну, скажем, учитель становится. Вот для меня это прямо высшая форма просто современной свободы, которая только могла. На самом деле меня тоже в церковь привела именно поиск свободы. Потому что вот здесь, где мы находимся, до того, как здесь была церковь, до пожара был рок-клуб. Я сюда ходил на концерты, а я тебе пришлю фотографию, вот она, вот я на этом концерте. Это 2000 год, то есть мне 19 лет. И, значит, поиск, вот, скажем, что-то, в рок-музыке я пытался найти что-то настоящее. То есть был мир вокруг, я, в принципе, рос в советское время, потом вот 90-е годы, когда там зарабатывание денег, попытка выживания, все вот это такое. И вот дальше, ну, ты понимаешь, что в этом мире очень много фальши. И это кажется тебе взрослым миром. Взрослый мир, он мир фальшивый. А есть настоящий мир, где, ну, где что-то настоящее. И кажется, что вот рок-музыка, она, в ней что-то настоящее было. Вот, ну, по крайней мере, это видимость. А потом ты понимаешь, что рок-музыка, она такая же. Просто она, ну, выдает, ну, она такая же фальшивая, на самом деле, только, ну, она, как бы, эксплуатирует это бунтарство, как, ну, ну, как способ, не знаю. Может, где-то есть что-то, ну, какая-то идейная, я не знаю, рок-музыка, может быть. Вот. И, на самом деле, меня именно в церковь это и привело. То есть поиск, ну, вот этой свободы тоже. То есть, ну, или, по крайней мере, когда я уже в церкви оказался, я понял, а, так вот же оно. То есть это было вроде на виду, но на самом деле спрятано. То есть настоящая свобода и настоящее такое, назовем это бунтарство или такая настоящая, ну, неподдельность или настоящая подлинность в этом мире, она вот в церкви есть. Даже не в церкви, как бы, ну, как в институте, а, ну, в вере в Бога, следовании за Христом. Ну, а церковь это уже некая среда, где это происходит. Классно все, что вы говорите, но знаете, что интересно? Иисус, когда пришел, Он дал нам свободу. И Он дал нам свободу, но это не значит, что Он освободил нас от правил. Почему я так говорю? Потому что Он же не отменил заповеди. И даже в вашей церкви есть правила. Например, я знаю, что чтобы кто-то стал членом вашей церкви, он должен, как минимум, прийти курс основы христианской веры. И потом дальше уже есть еще несколько этапов, и он может стать членом. То есть традиции, да, понимаю, все понимаю про свободу, все понимаю, но все равно, если будет полная свобода, согласитесь, что начнется хаос, и хорошо, когда есть некие правила. Но плохо, когда из-за этих правил уже расколы, ругаются и так далее, и так далее. Однако, если отменить все правила и дать полную свободу, наверное, христианство все равно уйдет не туда. Нет, ну, мне кажется... Нет, тогда почему у вас есть правила? Нет, это не правило. То есть прохождение курса основы христианской веры, это не правило, это возможность. То есть это как, ну, не знаю, если мы хотим, чтобы машины ездили по дорогам и не врезались друг в друга, необходима минимальная квалификация водителей. То есть это же понятно всем. Соответственно, когда смотришь на долгую перспективу, что ты хочешь доехать из пункта А в пункт Б, сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год, все должны следовать определенным правилам. Эти правила, на самом деле, дают нам эту свободу. То есть это нужно понимать, что, ну, как сказать, ведь христианство, оно в этом немножко противоречиво, что настоящую свободу ты обретаешь тогда, когда ты от чего-то отказываешься. То есть свободный человек, там, ну, я свободен от курения, потому что я не курю. То есть я могу пойти сейчас и закурить, если захочу, просто я не хочу. Вот. А человек, который курит, он зависим от этого. То есть он курит, он как бы выбрал путь, ну, вот этой, как бы, свободы, реализации этой свободы, но он, на самом деле, зависим от этого. Поэтому, как бы, речь не про правила, а речь про, ну, скажем так, про то, чтобы, если ты хочешь стать, ну, членом нашей общины, ты должен, ну, понимать, во что мы верим. Ну, ты хочешь стать членом чего? То есть, ну, он говорит, ну, вот он же не хочет стать членом, не знаю, места, где проходят концерты. Это концертный зал, по сути. Ты же не хочешь стать членом концертного зала. Ты хочешь стать членом, ну, некой, ну, идеологии. Вот. Может, она тебе не подходит. То есть, наоборот, это, ну, попытка честно рассказать, что вот во что мы верим. И вот, когда мы тебе рассказали, во что мы верим, теперь мы, как бы, ну, уверены, что ты можешь сделать правильный выбор. А до этого я просто боюсь, что человек, ну, он будет разочарован. Он сделает выбор в пользу того, чего он не понимает. Зачем это нужно? Это как, ну, как давать, подписывать человеку какой-то контракт, где, знаете, звездочка, там, мелким шрифтом что-то написано. А вот, а ты подписал. Я считаю, что полная свобода, возможно, как раз. И в этом и есть полная свобода, что мы, ну, условно договорились, что вот так будет. А иначе, ну, как, я не знаю, там, дадут мяч и сказали, играйте, там. А во что мы играем? Мы ногами его бьем или руками? То есть, ну, нам нужно договориться, в конце концов, во что мы играем, в футбол или, там, или в хоккей с мячом. То есть, как этот мяч, или мы собаке его бросаем просто. Ну, некая, некая такая договоренность. А для членов нет никаких правил? Например, то, что они не могут использовать наркотики, или они не могут быть представителями ЛГБТ-сообщества. Для прихожан, для наших? Для членов. Для работников есть такие правила. Мы сейчас, кстати, пытаемся их, наконец-таки, вычитать, ввести и заставить их подписать, еще мы это не делали. Вот, потому что, скажем, работник нашей церкви, он, ну, нас представляет. Если человек, скажем так, является нашим прихожанином, то понятное дело, что он приходит со всякого рода бэкграундом, там, таким. Конечно, я из-за этого использовала слово члены, а не прихожанин. Да, нет, а у нас это одно и то же, на самом деле. То есть, ну, член прихода, это, в принципе, есть прихожанин. А для других это гости, получается. Но когда человек вступает в прихожане, ну, становится членом прихода, понятное дело, он соглашается, в принципе, с библейскими принципами, как таковыми. Эти библейские принципы, они изложены не нами, они изложены, ну, в принципе, в Писании. Ну, и если мы говорим там, быть активным ЛГБТ-активистом, это противоречит заповедям непрелюбодействию. Ну, поэтому он, ну, не то, что нашим правилам не соответствует, он не соответствует заповедям, которые Моисею Бог дал. Вот. И понятное дело, что есть среди наших прихожан, которые, ну, скажем, которым тяжело оставить прошлый образ жизни. Некоторые из них, они сделали выбор, сказали, что, да, мы понимаем, что у нас есть греховная, ну, какая-то тяга, но мы ее оставили, и мы стараемся жить, ну, как бы, по-христиански. Бывает, что люди срываются, всякое происходит. Ну, опять-таки, когда человек грешит, у нас есть исповедь, он исповедуется, говорит, что нет, я хочу это оставить, но я не могу там. Бывает, там, блудят, там, всякое бывает, в общем-то. Но, как сказать, это не то, что, типа, ах, ты там, все поблудил, все, вон из церкви. Нет, конечно, ты, наоборот, приходи еще, ну, как бы, как сказать, если ты понимаешь, что это грех, если ты хочешь от него отказаться, то другого способа нету, чем приходить в церковь, чем приходить на исповедь. По-другому нет. Другое дело, когда человек говорит, что, знаете, вот я там с кем-то сожительствую, и я считаю это нормальным, и вы должны считать это нормальным. Я скажу, нет, друг, прости, это ненормально, это грех. И ведь Христос говорит, кому простите грехи, там простятся, на ком оставите, на том останутся. Если человек приходит с таким на исповедь, и я говорю, вот, ну, а там в исповеди есть еще такие слова, что готов ли ты с благодатной Божьей помощью, ну, оставить эти грехи, и жить по его заповедям, если готов, то ответ даст Божьей помощью. И он стоит, я не готов, но если не готов, тогда грех остается на тебе, я ему в это возвращаюсь, что я там тебе этот грех оставляю. Вот, единственное, что я, ну, могу сделать, и, ну, как бы и делаю, я говорю, что, ну, пока, ну, не подходи к причастию, потому что, ну, это, с этим опасно играть, потому что об этом тоже, на самом деле, Павел предупреждает, что многие, там, больные, умирают. Это тогда, когда человек, не оставляя грех, он приходит. Если человек, он говорит, что вот я нахожусь так, условно, на отношениях, ну, я понимаю, что это грех, что я хочу это оставить, это замечательно, что он пришел и об этом сказал. То есть, я тогда могу, наоборот, подходи к причастию, наоборот, давай, это самое, все, ты, ну, как бы, даешь обещание, давай, как бы, старайся удержаться. Вы делаете много выставок, и, возможно, вам нужны художники, и, возможно, вы не находите их среди христиан. Я знаю одну историю, один пастор ставил мюзикл, и как хореографа позвал, хореографа представителя из ЛГБТ-сообщества, и многие этого не поняли. Как вы относитесь к этому вопросу, и есть ли участники у вас в команде, которые вообще не связаны с христианством? Да, у нас, мне кажется, много таких было. Тут, смотри, тут немножко разные вещи. Есть наша команда, в нашей команде, ну, основной костяк, это, конечно, верующие люди. Более того, это члены нашей церкви, наши прихожане. Мы понимаем, для чего мы это делаем. Дальше, вот мы пригласили электрика, который проводит нам электричество. Мы не знаем, он верующий или неверующий, но он электрик. Он нам провел электричество, лампочки все горят, мы ему заплатили деньги, он уехал. Как сказать, он член нашей команды? Как бы он считается, что он член нашей команды? Я думаю, нет. Вот, я тоже так считаю. То есть, дальше вопрос, если, смотри, как бы, что главное. То есть, если это, условно, какой-то знаменитый, там, не знаю, гей-художник, то есть, он знаменит двумя вещами, тем, что он гей, тем, что он художник. И мы его представляем, и его имя везде написано, что мы, вот, это он сделал, как бы, это он не просто электрик, а он дальше уже, как бы, звезда нашей выставки. Конечно, мы на такое не пойдем никогда. Но если у нас есть видение и представление того, что нам нужно делать, и для этого нам нужно привлечь какого-то там специалиста, электрика, или даже художника, или там дизайнера, еще кого-то, но он выполняет наш заказ, то мы не спрашиваем его, является ли он верующим или неверующим, потому что он исполняет наш заказ. Но в нашу команду, ну, вряд ли мы возьмем человека, который, ну, которому, скажем, ну, у нас есть люди невоцерковленные, их не очень много, но когда они приходят, мы объясняем, куда они пришли, что они, ну, эти ценности, по крайней мере, ну, должны разделять, потому что мы их вообще-то проповедуем, чтобы, ну, чтобы человеку самому гармонично было. Вот, и, скажем, вот в нашей команде, ну, скажем, все, ну, основной костяк – это верующие люди. То есть несколько человек буквально есть, ну, скажем так, они не церковные, но их тоже и неверующими не назовешь, то есть такие вот как. Ну, а дальше для реализации наших проектов мы привлекаем разных людей, и есть там специалисты, вот за моей спиной стоит пальма, не так много людей этих пальм умеют делать из бумаги, то есть это буквально несколько человек может быть. Я не знаю, как бы, бэкграунт этого человека, который делает этот тип пальмы, кто он там, ходит ли он в церковь, не ходит, может, он мусульманин вообще. То есть, ну, и вообще много ремонтных работ на мусульмане делают. Вот, поэтому я на это так смотрю. То есть если мы приглашаем и даем им заказ, то нам все равно, кто они, потому что они исполняют наш заказ. А вот если человек, который уже принимает решение у нас, ну, и может повлиять на это решение, то он, конечно, обязательно верующий. А если не лютеранство, то какое направление ближе всего к вам? Тут как посмотреть, понимаете? Если по людям, вот, посмотреть, то верующие люди вне деноминации, они мне ближе всего. То есть вот когда я нахожу человека, который вот реально, ну, как бы, горит своей верой, то вопрос деноминации он вообще не стоит. Если у меня, ну, был бы выбор, там, условно, ты куда-то, вот сейчас я куда-то уезжаю, где нету там лютеран, я думаю, что это тоже у прицов человека. То есть, может быть, я приду, там, не знаю, в православную церковь, там будет такой батюшка, что, ну, прямо будет зажигательно говорить про Писание, то есть, ну, не про всяких, там, историй про святых, там, а реально у него проповедь будет вокруг Писания. Я думаю, что, ну, и он хороший батюшка будет, я думаю, что мне он понравится. Или приду, там, не знаю, в Баптистскую церковь, и там тоже, ну, как бы, вот, где Писание будет на первом месте. Поэтому я буду там, где будет слово-скриптура. Все равно ты будешь выбирать, ну, условно, исходя из людей. А дальше, если вот говорить, там, ну, вот так вот, как бы строго, конфессионально, то, конечно, очень сложно. Ну, у всех свои ереси, к сожалению, кроме лютерана, естественно. Вот, но так думают все. Слово ерес означает мнение. Я понимаю, что есть, там, ну, разные мнения, там, есть, там, то есть, ну, мне не нравится, например, ну, в евангельских церквях, что, ну, учение о таинствах, вот, мне не нравится, там, в реформатских церквях учение о двойном предопределении. Мне не нравится у католиков учение про Папу Римского. Мне не нравится у православных учение про синергию. То есть, у меня у всех что-то не нравится. А у лютеран мне более или менее все нравится. Поэтому я лютеранин, да. Вот, ну, опять-таки, ты, когда, ну, приходишь, вот, если, ну, как бы, ведь есть, как бы, официальные учения, а есть, ну, некий человек, который, ну, совершенно по-другому. Например, вот мы не так давно были в «Слово жизни», познакомились, извиняю, Мацоло, с Мацоло, пастора Мацоло. Вот, и мы стали говорить про таинство, и он говорит, нет, мы верим, что мы причащаемся к телу и крови Христовой. То есть, не все, значит, ну, как бы, пятидесядники, получается, что смотрят на это символически. Потому что мы так же верим. И я подумал, вот как он мне ближе, ну, то есть, он мне стал ближе сразу. Ну, то есть, потому что бывает, ну, условно-официальное учение, а бывает, ну, дальше вот от конкретного пастора может, ну, оно немножко зависеть. Вот. Если он верит так, то я тоже верю так тогда, ну, это хорошо. Вот. Так что так. Я немного вернусь назад. Мы просто так заговорили, что я не задаваю этот вопрос, но обязательно хочу задать, потому что в обратном случае просто будет несправедливо. Вы упомянули минусы православной церкви чуть-чуть, минусы у пятидесятников, и хочется просто, чтобы вы еще и поговорили про плюсов. Я вверх не говорил минусы, я просто сказал, что лютеранская церковь, она свободна. В этой, ну, как бы, наша традиция, она чуть более свободна, чем у пятидесятников, ну, чем у евангельской церкви, там, не только пятидесятников, и баптистов, ну, как бы, протестантов в широком смысле, и чем у православных. Но сравнение все равно было. Давайте сравним и в хорошем смысле. Что хорошего у православных? Да, у православных, и что вы любите еще у пятидесятников? Самый большой плюс у православных в России, по крайней мере, это развитая сеть православных церквей что ты едешь в любую деревню и там есть православная церковь я считаю что это очень большой плюс и да и это бы это как бы православная церковь она находится в просто в полном единстве со всей другой православной ну как бы просто церкви московского патриархата как минимум если говорить о как бы евангельских церквях большой большой плюс это ну некая часто радикальность то есть вот лютеране они немножко такие вот как бы но где-то да ну где-то да к сожалению или то есть есть и плюс в этом тоже но как сказать верующие евангельской церкви скорее всего он прям вообще прямо на себя он не просто родился там в лютеранской семье знаю или то есть он 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 как бы радикально христианин и вот как вот это радикально христианство мне импонирует я считаю что ну в принципе так и должно быть вот поэтому вот такой плюс я кстати делает тоже очень люблю эту черту и скорее всего возможно из-за этого и я до сих пор в этом направлении да но некоторые не выдерживают этого то есть там ну как бы тяжело дать слабину то есть как бы сиграция негативных в этом в этом же есть элементы закончества такого который ну как бы держит для для многих это хорошо но иногда как бы держать просто правильный да 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 но это самое сложное держать у вас еще была выставка апокалипсис к сожалению я его не видела еще намного слышала хотела у вас спросить связано ли это событиями которые сейчас происходят в мире предвестником последнего времени но я считаю что апокалипсис ты в любое просто вот короче берешь карточки с годами там 1980 56 37 какой-нибудь 1895 тыкаешь пальцем и там есть ряд событий которые намекают на то что в эти времена близко вот мне кажется во все времена люди так думали но особенно времена мировых войн то есть 20 век это вот я считаю что но особенно здесь в россии когда церкви закрывали гнали там левашова расстреливали верующих люди думали что вот вот христос придет вот это было время особенно близким высокопостоянно по книге апокалипсис и когда мы ну где мы стараемся рассказать не то что там вот когда или предсказать когда это она то что это неизбежно произойдет на самом деле с человеком даже лично может быть мы не дождемся христа который придет знаете с архангелом михаилом вот значит ну как бы второе пришествие не дождемся но каждый нас помрет рано или поздно вот примерно там в течение следующих 50 лет вот большинство из нас уже здесь не будет соответственно и к этой встрече нужно готовиться и хорошо бы чтобы вот эта встреча она произошла до этого встреча человека и бога и когда она произойдет до этого тогда неважно когда ты умрешь и тогда неважно когда придет христос вот по сути ну а чего о чем эта выставка но главное но люди естественно когда приходят на выставку и у них эти вещи перекликаются и страхи которые они носят они тоже немножко перекликаются вот но в принципе ни в чем из того что мы делаем никогда не было никакой политической подоплеки давайте попробуем вспомнить самое сильное свидетельство которое вы получили во время всех выставок которые вы проводите я его еще не получил я уверен но на пути но на самом деле я серьезно говорю каждый год сейчас тоже не знаю когда вы из выпуск но примерно сейчас новогодние вот время такое и в том числе новый год это время подведения итогов и начиная с 2017 года вот когда я ну начал здесь проводить то есть 2015 но с 2017 года я начал проводить богослужение начал проводить курсы новохристианской веры я подводя каждый год думал вау вот разве вы может быть что-то круче то есть на на в первый год там пришло на курс новохристианской веры там 60 человек я думаю это 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 нереально это вообще такое бывает разве потом на следующий год там пришло уже там 200 человек мы при этом провели такие первые концерты я думал вау неужели такое бывает это это же ну это же это же нереально что то есть у меня каждый год вот ну вот эти свести когда ты оглядываешься назад и И ты понимаешь, ну, какая работа была сделана. И сейчас опять очередной год заканчивается, и он опять заканчивается вау. И я думаю, неужели что-нибудь может быть круче? А я уверен, что круче может быть. То есть теперь я, ну, как бы вижу, что у Бога нет этих границ. То есть эти вот все границы, они у меня где-то в голове, и я думаю, что, ну, что это невозможно. А вообще возможно все. То есть вот если Иисус, ну, как бы выбрал 12 не самых, так сказать, конкурентоспособных и работоспособных людей, и они перевернули весь мир, в конце концов, ну, их проповедь достигла, ну, как сказать, краев земли, то можно сказать, что и нас тоже он выбирает, ну, таких вот, ну, не самых успешных, не самых способных, не самых работоспособных, и потом совершает такую невероятную работу, что, оглядываясь назад, ты действительно видишь, что вау. Если говорить про свидетельство, ну, людей, которые пришли на выставке, жизнь которых изменилась, ну, их просто, ну, не знаю, тонны. Их, ну, столько много, что, ну, невероятно, это просто, ну, невероятно. И, с другой стороны, есть, кстати, другого рода свидетельство, свидетельство критики. Когда нас, ну, как бы критикуют те, когда ты понимаешь, что они тебя критикуют, это очень хорошо, это очень хорошее свидетельство, то есть что мы делаем все правильно. А какие у вас сейчас цели, планы, куда вы двигаетесь? Ну, мы, ну, как минимум будем продолжать то, что мы делаем, вот, и если говорить о таких грандиозных планах, я уже немножко сказал, что мы купили базу отдыха за городом, но кроме нее мы сейчас еще купили 50 гектар земли вокруг и хотим построить христианский арт-парк, большой христианский арт-парк, такой межконфессиональный, мы пытаемся в эту работу вовлечь и протестантов, и православных, и католиков, то есть, ну, чтобы он, ну, максимально христианский был, то есть он такой библейский был, не столько про традиции, сколько про писание. Вообще у нас все выставки, в принципе, библейские, поэтому на них приходят, ну, представители всех конфессий, потому что здесь ничего не идет в разрез, потому что мы просто, ну, как бы, ну, рассказываем про писание. Вот, и, соответственно, хотим сделать такой же парк, вот, как мы делаем внутри Анны Кирхи, только это будет снаружи, такой большой. Супер, поддерживаю, хочу посетить, не могу дождаться. Да, ну, летом уже можно посетить поля, которые мы купили. Хотя бы поля, да. Мечтать, да, нет, а вдруг мы что-то вместе сделаем? Нет, я сейчас хочу в следующем, ну, весной, летом привозить, ну, приглашать, там, представители разной конфессии, показывать, потому что если у кого-то переклеить, ну, что-нибудь откликнется, то надо вместе делать, конечно. Ну, если нас смотрят люди, которые не знали до этого момента, куда инвестировать деньги, теперь вы знаете. Да. Ну, я думаю, что люди с деньгами обычно знают, куда инвестировать деньги. Ну, мало ли, чудо произойдет. Да, нет. Я буду только рада. Я тебе знаю, что скажу. Вот насчет, кстати говоря, спонсоров, инвестиций. И вкладывание в церковь какое-то, ну, в последнее время я пообщался с такими, с некоторыми богатыми людьми, прямо из списка форс, такие. И я знаю, что понял. Я вот понял, что раньше я ощущал, как человек немножко с протянутой рукой. Мы нуждаемся, а они нам могут помочь. А сейчас я понял, что на самом деле мы партнеры во многом. Потому что мы предлагаем то, что, когда деньги, они всегда временные. То, что на них приобретешь, оно временное. Твоя жизнь временная. И дальше, вот я смотрю, люди с большими деньгами, с реальными большими, они, ну, пытаются вкладываться в искусство. Потому что искусство, оно чуть более долгосрочное. Но по-настоящему вложиться в вечность очень сложно. То есть деньги переконвертировать в что-то, что имеет, ну, как бы, не временную ценность, а вечную. Это очень сложно. И вот, когда мы стали искать спонсора на реставрацию церкви, я понял, что мы еще можем, оказывается, выбирать. Что это, на самом деле, ну, как бы, скажем, мы предлагаем отреставрировать, ну, такой, ну, как бы, храм с такой историей. То есть, и это еще, ну, как бы, большая честь для, ну, для человека в этом поучаствовать. Поэтому я считаю, что мы равноценные партнеры в этом. Вот. И я совершенно по-другому это увидел. Поэтому, конечно, если, ну, вы хотите быть нашим партнером в этом, я, ну, с большой радостью, мы открыты к сотрудничеству. Спасибо огромное. Мне очень понравился наш разговор, очень интересно. На самом деле, он с половиной пошел туда, куда я даже и не планировала, что мы зайдем. Но, однако, я думаю, что тем, кто посмотрели, будет интересно, будет, к чему даже научиться. И будут мысли, которые можно взять себе, как цитаты для жизни. Так что спасибо огромное, что были открыты, честны, и что не побоялись сказать свое мнение. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Жду всегда в гости. И вас, и вас всех. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо.